МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бухте Нагаевой реконструируют пирс. Компания «Вольверк» закончит работу к концу этого года. Об этом и многом другом за 15 минут. В этом году мы открываем 55-й год учебный. 55-й? Да, нам будет 55-й. Поэтому мы хотели, чтобы было тепло, чисто и так далее. Но все остальное... Тепло и чисто в 13-й гимназии будет через месяц. Все лето учреждения готовили к началу учебного года. К приходу детей побелили и покрасили более 30 кабинетов. Сейчас очередь дошла и до коридоров. Кроме того, в школе заменили 6 деревянных окон на пластиковые. Осталось еще 4 в переходах. Оборудовали к 1 сентября и логопедический класс. Здесь установили новые стулья с меняющейся высотой и закупили коврики для удобства на занятиях. Социальные партнеры и родительская общественность и ряд организаций, с которыми мы сотрудничаем, тоже определенную поддержку нам оказывают и в виде строительных материалов, и в виде технических средств обучения. То есть сегодня это интерактивные доски, их несколько. Сегодня это оргтехника, некоторое оборудование, которое мы используем в компьютерных классах. То есть я имею в виду комплектующие и сами компьютеры. Немного, но тем не менее замена идет на более современный такой уровень. Из муниципального бюджета на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году этим летом выделили почти 40 миллионов рублей. Из них 2,5 на дооснащение школ по антитеррористической защищенности. Это приобретение новых камер, замена более устаревших моделей. Там, где их необходимо доставить, их будут доставлять образовательные учреждения, где-то порядка на 2,5 миллиона рублей. В этом году мы планируем такой вот пилотный проект, 29-я школа. Это установка турникета, тоже в плане антитеррористической защищенности. То есть с 1 сентября в этом учреждении турникет по проходимости будет уже у нас функционировать. В настоящий момент половина оборудования находится в городе, но в течение 10 дней ожидается доставка остального оборудования и пройдет плавно его монтаж. Миллион 800 тысяч, которые 13-я гимназия получила от мэрии, потратили на ремонт от мостки. По словам директора, это было самым необходимым видом работы, чтобы зимой ученики чувствовали себя комфортно. У меня, как у главы города по 13-й гимназии нашей, опасение, что она не будет сдана в срок или будет сдана с какими-то нарушениями. В общем-то нет. Поэтому желаю нашему флагману образования города, гимназия номер 13, сдаться с первого предъявления авторитетной комиссии и успешно начать новый 2019 учебный год. 1 сентября двери 13-й гимназии откроются для более 800 детей, в том числе и для первоклашек. Их в этом году набрали три класса. 13-я гимназия находится на улице Полярной, 13. Приемку здесь назначили на август, также на 13-е. По словам директора, это число является счастливым для школы. Поэтому и подготовку к новому учебному году здесь завершат вовремя. Анастасия Привецкая, Александр Фещенко. Магаданское время. Магаданская областная детская больница получила сертификат на 3 миллиона рублей. Благотворительную акцию «Мир без слез» ежегодно проводит Банк ВТБ по всей стране. Шесть лет назад больница уже получала полтора миллиона рублей от предприятия. Тогда деньги потратили на приобретение современного оборудования для отделения анестезии и для реанимации. В этот раз обновят поликлиники, а также соматические и инфекционные стационары. В списке несколько десятков единиц различных приборов. Они поступят в Магадан через несколько месяцев. В основном это идет оборудование для кабинетов педиатрических, для кабинетов специалистов. То есть это как какие-то, в том числе и небольшие аппараты, и также это какое-то высокотехнологичное, более ценное оборудование. То есть в основном это будет все на усиление первичного нашего звена. Потому что у нас недавно вышел новый наш приказ МИЗДРА по оснащению детских поликлиник. И там достаточно объемный перечень этого оснащения. И в связи с этим мы, конечно, хотим, чтобы наши детские поликлиники были на уровне. Также для детей, которые находятся в стационаре, провели развлекательное шоу с героями мультфильмов и подарили каждому ребенку наборы для творчества. Такие благотворительные акции Банк ВТБ проводит в России 16 лет. За это время детским лечебным учреждениям перечислили около 400 миллионов рублей. В Магадане на причале в бухте Нагаева продолжается реконструкция. В ближайшее время на смотровой площадке установят указатели для безопасного спуска к воде. А также к концу года отремонтируют старый пирс. Его управление МЧС России уже передало в собственность Магаданской области. Сейчас на объекте идут работы по восстановлению причальной стенки, леерном ограждении и освещении. Об этом рассказал мэр города Юрий Гришан на еженедельном брифинге. Этот причал долгое время был в системе МЧС. МЧС не занимался, он приобрел тот вид, который был. Была моя идея принять его в муниципальную собственность. Я рассказал об этой идее Сергею Константиновичу. У него сил побольше, бюджет другой. Поэтому причал этот МЧС передало в государственную собственность Магаданской области. И сейчас Минстрой активно ведет работы по реставрации этого причала. На самом деле я считаю, что это очень хороший структурный такой объект. Он будет использоваться и маломерными судами, и в том числе как прогулочная такая площадка. И для рыболов там можно будет половить, потому что все равно эти руины тянули людей туда. И до беды был, как говорится, один шаг. Старый пирс отремонтируют специалисты компании «Больверк». Она же занимается реконструкцией портового шоссе. Шпунт Ларсена, который будут использовать для объекта, уже доставили в Магадан. Работы по реконструкции закончатся до конца текущего года. На сегодняшний день в Магаданской области уничтожено более 19 тысяч экземпляров лососевых видов рыб, хранящихся с 2018 года. Состояние работы по противодействию незаконной добычи водных биоресурсов в регионе рассмотрели на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в правительстве Колымы. По словам Магаданского межрайонного природоохранного прокурора Станислава Пруцкого, факты несоблюдения прав систематически допускаются пользователями рыбопромысловых участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства. Типичными нарушениями являются отсутствие инфраструктуры, загрязнение участков бытовыми отходами, ненадлежащее введение документации. Кроме того, участились случаи выявления больших объемов рыбной продукции, не имеющей документов, подтверждающих законность ее происхождения. Такая продукция подлежит уничтожению, поскольку признается некачественной. По статистике регионального Россельхознадзора, в прошлом году по указанным основаниям уничтожено более 23 тонн рыбной продукции, в этом 114 тонн. Такие показатели подрывают экономическую основу нелегального теневого бизнеса. В Магаданском роддоме провели акцию, приданную новорожденному. Мэр Магадана поздравил 7 молодых мам. Завершают реконструкцию тепловой магистрали на улице Транспортной. На следующей неделе приступят к асфальтированию. В поселке Снежный открыли новое футбольное поле. Его установили в рамках программы «Спорт в каждый двор». Все, что нужно для отделки и ремонта в строительном магазине «Венат». Сантехника, лакокрасочные материалы, токелаж, хозяйственные принадлежности, крепеж, электро- и ручной инструмент. Оптимальные цены и впечатляющий выбор. «Венат» – помочь в ремонте РАД. Пролетарская 116. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Миниатюрный, комфортный, индивидуальный подход. Телефон в Магадане – 21 11 66. Совершенный комфорт в ванной комнате вашей мечты. Можно создать с помощью оборудования, аксессуаров и мебели ведущих мировых брендов. Получайте удовольствие от качества и стиля. «Мастерок» – магазин правильных решений. «Карло Маркса 62» и «Пролетарская 30». Инна Самохина стала мамой второй раз в свой день рождения. Радостное событие совпало и с празднованием юбилея Магадана. Мэр города Юрий Гришан поздравил Инну и еще шесть молодых мамочек с появлением на свет их крошек. По словам Инны Самохиной, встреча с новым человеком – каждый раз непередаваемое ощущение. «Нет ничего важнее ребенка», – утверждает мама. «Все идет своим чередом. Это не самое главное. Самое главное – то, что есть маленькая жизнь, зарождается. А все постепенно, постепенно уже будет. Не нужно ничего бояться. Я лично так считаю. Никаких трудностей. То, что судьба преподносит подарки. Я считаю, что маленькая жизнь, зародившаяся, это уже ничего не нужно для полного счастья. Денежные сертификаты, медали, рожденные в Магадане и цветы Юрий Гришан вручил мамам четырех девочек и трех мальчиков. Все они родились 12 и 13 июля. Приданное новорожденным мэр города дарит более 10 лет. «Замечательно, что это полные семьи, что у всех есть мужья. Все они здесь стоят в окошечко, смотрят и помахивают своим любимым женам. Далее перед нами стоит вопрос, конечно, обеспечения местами в детском саду. Сейчас очень актуально в рамках национального проекта обеспечить местами в детских садах от трех месяцев до двух лет». За первые шесть месяцев этого года в Магадане появились на свет 573 младенца. За последние несколько лет увеличился процент родивших мам, которых отговаривают от аборта, а также тех, кто прошел процедуру ЭКО и лечения в Центре планирования семьи. Реконструкция тепловой магистрали на участке по улице Транспортной подходит к концу. Об этом доложил директор Магадан-теплосети Павел Жоров на еженедельном оперативном совещании по работе коммунальных служб. На участке заменили 400 метров труб. 45 из них проходят под проезжей частью. «На этой неделе мы закончим, перекроемся, сделаем гидроизоляцию, засыпем. Сейчас уже одну сторону начали засыпать, выемку. Будет перекрытие, сейчас варят трубы. Там очень усложняет лэп, который проходит. Она очень низкая, приходится варить на этом, потом протаскивать. Сейчас еще плиты перекрыты, а плиты очень тяжелые, семитонные. Там краном никак не подлезть, то есть будем через ролики накатывать их. Там так-то непросто». В понедельник, 22 июля, участок начнут подготавливать к асфальтированию. По словам специалистов, новые трубы существенно повысят качество снабжения горячей водой жителей Магадана. На реконструкцию потратили 140 миллионов рублей. Также сейчас устраняют повреждения, которые выявили после опрессовки труб. В поселке Снежный торжественно открыли новое футбольное поле. Его построили возле начальной школы детского сада номер 9. Этот спортивный объект мэр Магадана Юрий Гришан пообещал установить в прошлом году. На торжественном открытии воспитанники образовательного учреждения показали спортивные навыки и танцевальные номера для гостей. «Как спортивный объект, конечно, здесь очень важно. Дело в том, что здесь в поселке подобных объектов нет. Это поле ждали очень давно, очень долго. В прошлом году, когда собирались с жителями поселка, и мэр города Магадана пообещал, что здесь это поле будет, вот в этом году мы его наконец-то открыли. Поле это положено в рамках программы «Спорт в каждый двор». В этом году планируют запустить еще две спортивные площадки. Рядом со школами номер 28 и номер 15 установят поле, где можно будет играть в баскетбол, волейбол и сдавать нормы ГТО. Площадки возводят в рамках консолидированного бюджета. Основание под объект готовят за счет средств муниципального бюджета ГЛУД, а оборудование приобретает областной департамент физической культуры и спорта. Всего с 2012 года в Магадане открыли более 40 спортивных площадок и объектов для сдачи норм ГТО. Слона-то я и не приметил. Строчка из басни Александра Крылова обрела реальный сюжет. Мобильный репортер заснял слонов в одном из дворов Якутска. Как утверждают очевидцы, животные сбежали из приезжего цирка. Видимо, климат прародителей пришелся слонам по душе. 18 июля в Магадане ночью дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 8-10, днем 7-8 градусов тепла. Атмосферное давление 745 мм ртутного столба. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 100%. Спонсор выпуска «Погода» компания «Крас». «Крас» – мы работаем для вас. Склад магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63 66 92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова